Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Эта программа «Абонент» доступен. Сегодня второй выпуск. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами сегодня на прямой связи по скайпу российский театральный режиссер, художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-Опера», народный артист России Дмитрий Бертман. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте. Телефон на прямом эфире в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Также можно писать нам в WhatsApp 230 6191. Ну вот, Дмитрий Александрович, вчера был Всемирный день театра, и я вот вычитала о том, что этот праздник проходит под лозунгом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Как Вы считаете, удается ли театру сегодня выполнять эту объединяющую функцию? Вы знаете, я думаю, что вообще театр и искусство, оно может сделать намного больше, чем политики и чем вообще все, потому что в тот момент, когда раздаются аплодисменты, все забывают про какие-то проблемы, связанные с политикой, совсем в этот момент происходит такой акт любви просто между людьми. И вот это самое главное вообще, что может делать театр. И мне кажется, надежда на театр огромная, и поэтому День театра международный, это, в общем, День мира, День любви, День дружбы. Это день, окрашенный только положительной энергией. Вот сегодня много говорят о том, что театр в России стал такой территорией свободы, в отличие от телевидения и даже кинематографа. И в свое время Евтушенко сказал, что поэт в России больше, чем поэт. А театр в России больше, чем театр? Можно ли так? Вы знаете, ну, про театр могут говорить все, что угодно, но вот я работаю сам руководителем театра, у нас идут спектакли. У меня ни разу не было случая, чтобы какое-то выползновение было или какая-то цензура была. У нас был потрясающий спектакль Кирилла Серебренникова, который вышел как раз в период всего обострения дела, вот этого театрального, да, вроде бы. Но у нас был этот спектакль. Вчера у нас состоялась премьера оперы «Орландо», ставил Георгий Сакян, режиссер. Это спектакль, обороченная опера Генделя, и действие перенесено в Орландо, вот там, где случился этот невероятно террористический акт, когда в гей-клуб ворвался террорист, и который устроил вот этот расстрел. И вчера у нас это все было на сцене, и каждый день идет спектакль, никто мне не позвонил, никто ничего не сказал. То есть театр, конечно, является территорией свободы, и территорией провокации часто бывает, но мне кажется, что вообще в театре главная же не провокация, потому что мы же все-таки не сами не террористы никакие. Театр — это все-таки искусство созидания. Ну вот что касается Кирилла Серебренникова, раз уж вы его упомянули, кто-то считает его дело политически сфабрикованным, кто-то заявляет об отсутствии каких-то политических подтекстов. Какое у вас отношение? Вы знаете, ну, мне сложно говорить, потому что, ну, во-первых, все люди, с кем я дружу, и все мои друзья, они изначально уже имеют фору, наверное, потому что я буду про них говорить только хорошо. Кирилл — потрясающе талантливый человек, талантливый режиссер, нас связывает с ним долгая творческая дружба. Я помню, как он начинал, он помнит, как я начинал. И вот этот спектакль «Чацкий», который он ставил у нас, это опера Манацкого, одного из самых интересных сегодня композиторов, и, в общем, человека настроенным в оппозиции к власти. Но при этом Кирилл сделал очень классный спектакль про сегодняшнюю жизнь, где были какие-то вещи высмеяны по сегодняшним каким-то вещам. Но по делу Серебренникова, вы понимаете, мы все, вся театральная общественность встала на защиту Кирилла, естественно, потому что он из нашего цеха. Но мы не знаем, как это все будет дальше развиваться. Очень надеемся, что все это как-то выйдет нормально. Насчет политического аспекта я не уверен до конца, потому что там идет дело по экономическим каким-то вещам. Но я уверен, что Кирилл к этому не имеет сам никакого отношения. Но, наверное, что-то, может, неправильно оформлено было, что-то, ну, даже не наверное, а там же было признание и зама, директора, которая там сожгла документы. В принципе, я могу сказать, что в любой стране не было бы какая-то санкция, если бы сожгли документы на огромную сумму денег, которая была истрачена, да, представить себе такой факт. Но другое дело, что он находится под домашним арестом до суда, и вот этот момент, он, конечно, не очень правильный, мне кажется, потому что все-таки есть присутствие невиновности, и пока человек не осужден, мне кажется, это ужасно, что он в этот момент не ставит спектакли. Это огромный ущерб, я думаю. Но он ставит спектакли, и он доказывает то, что он может делать даже вот так, даже не по скайпу, как мы сейчас с вами разговариваем, и не так, как я ставил Валенберга в Эстонии по скайпу, а он передает дискетки, то есть это вообще такая новая вообще форма постановки, у него идут премьеры за премьерой в Европе, кстати, оперных спектаклей. В ваш взгляд, вся эта история, резонанс вокруг театрального дела может сыграть положительную роль? Я понимаю, что это сейчас звучит несколько провокационно, но в том смысле, что привлекает интерес общественности, в том числе и международной общественности, к российскому режиссеру, российскому делу и российскому театру, вот как вы считаете? Знаете, мне кажется, что это не может сыграть никакой положительной роли и ни для кого. Ну, для Кирилла, может быть, это сыграет какую-то положительную роль, связанную просто с тем, что его имя стало более известным, но я думаю, что такая известность ему не нужна, потому что это слишком дорогая цена, тем более, что он и так очень востребованный, и один из самых ведущих режиссеров, не только российских. Но, конечно, сейчас вот у нас идут большие премия по изменению одного из наших законов на госзакупках, и пытаются изменить этот закон, потому что есть масса сложностей, связанные с применением этого законодательства именно в театральной среде, ну, в частности, ну, например, мы задумываем спектакль, который выйдет там через полтора года, и мы должны сейчас подавать документы на конкурс, этот спектакль мы должны описать, дать план, график изготовления декораций, из чего это сделано, какие костюмы, какой реквизит, мы должны это все дать заранее, а потом вдруг, если я как режиссер начну менять, потому что поменялось время, и мне нужно что-то изменить, то это практически невозможно, потому что, ну, так работает закон, да, и вот эти изменения сейчас пытаются внести, и все видят какие-то слабые стороны этого закона, и вот недавно в Государственной Думе я присутствовал на заседании Государственной Думы как раз по изменению этого закона, и наш спикер парламента, Вячеслав Володин, он очень жестко пытался как раз сделать все, чтобы сделать эти изменения, и все понимают, что они очень необходимы для сферы культуры. Как вы воспринимаете оппозиционность некоторых деятелей культуры сегодня? Вы знаете, я думаю, что оппозиционность, она была всегда, и в культуре, наверное, люди всегда находятся в какой-то оппозиции, но во мне сидит два человека, во мне сидит и художник, и во мне сидит директор театра, который я создавал, вы понимаете, ну, я считаю, что человек должен быть свободен, но с другой стороны, я работаю за границей, и вижу тоже, я не думаю, что шведская королевская опера, если бы делала спектакли, какие-то пародии на шведского короля, или на какую-то критику шведского короля, я не думаю, что театр бы ставил спектакль на деньги шведского правительства. Тут есть какие-то такие вещи, но мне кажется, что искусство, оно вообще не принадлежит ни политике, никому, оно и на то и искусство, и все наши проблемы сегодняшние, они все были в истории, и можно, не переодевая спектакль, рассказать самую современную проблему. Что касается оперы, тут вообще сложнее, потому что опера – это еще один фильтр публики, еще один фильтр человеческого существа, поэтому петь все-таки хочется больше про человека, про любовь, про ревность, про одиночество. Наверное, вот в музыке это заложено, вряд ли музыка разговаривает лозунгами. В 2017 году вы давали интервью по случаю своего юбилея и сказали, что вы поклялись режиссеру Борису Покровскому сделать оперу популярной. Как вы считаете, удалось вам? Знаете, ну я стараюсь это делать, я думаю, что эта история не мгновенная, но мне кажется, какие-то результаты я добился. Понимаете, вот у нас есть потрясающий проект на канале «Культура» «Большая опера», который мы делаем уже несколько лет, и я могу похвастаться перед вами, как перед радиостанцией. Вы понимаете, что такое рейтинг? Так вот, этот проект на канале «Культура», у которого рейтинг, естественно, ниже, чем у всех главных каналов, на которых есть информация, на которых есть ток-шоу. Так вот, рейтинг этой программы «Большая опера», он просто конкурирует с самыми высокими рейтингами ведущих каналов. Мне кажется, это огромный показатель. Сегодня, когда идут трансляции спектаклей мировых Метропольтен-опера, там, Коллен Гарден, Ла Скала и российских театров, кинотеатрах разных городов, в том числе и в столичных городах, я вам могу честно сказать, что на эти киносеансы практически не достать билета. То есть опера стала очень популярной, и сегодня любой человек к опере относится с огромным уважением, и даже наши олигархи, богатые люди или просто бизнесмены, когда празднуют дни рождения, например, то они часто, бывает, приглашают оперных звезд со всего мира, а не странных звезд. Опера имеет сегодня очень хорошую репутацию. Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что сейчас, как знаете, в Эстонии, мы все любим в Эстонии ездить и пробовать молочные продукты. И есть масло, и сыр, потому что это все экологически чистое, и мы понимаем разницу этих продуктов. Кефир эстонский, я вам честно скажу, я сейчас был в Эстонии, я привез с собой в чемодане два пакета эстонского кефира, я его очень люблю. И он отличается от любого кефира в любой стране именно вот этой экологичностью. Так вот так же и опера, это такое экологичное искусство, вы понимаете, там нет подделки, там нельзя скрыться склейкой, реверберацией, холлом, микрофоном. Там есть талант, который виден сразу, который дан от бога человеку, его голос. Там очень, опера переводится с итальянского языка, дело, труд. Это очень трудно, это очень серьезная работа всех, и работа по образованию каждого учащего, участвующего в оперном спектакле, так же, как и работа во время проведения спектакля. Ну и потом это просто очень высокое, потрясающее популярное искусство. Это не элитарное искусство опера, это очень популярное искусство. Вот о таланте вы сказали, как вы считаете, каждый человек талантлив от рождения или не рождаются люди талантливыми, а становятся? Вы знаете, сложно тут сказать, не знаю, но мне кажется, что хочется верить вообще, что человек изначально родился, и он обладает талантом. И дальше вопрос его семьи, воспитания, окружения, как этот талант развивается. Понимаете, ребенок рождается, его отдает в музыкальную школу, потом попозже, и он приходит с радостью туда, потому что ему показывают, как на клавишах птички очирикуют, как медведи ходят, и он в это играется. А потом, когда он начинает играть этюды черни, он начинает плакать и говорить, что он не хочет заниматься музыкой, и его мучают. И в этот момент родители стоят перед выбором. То ли согласиться с ребенком и сказать, что ну вот так вот, ну наш вот не может. И в этот момент родители сдаются, потому что есть период, когда, к сожалению, надо пройти через муштру, чтобы дальше опять с удовольствием играть. Но вот этот труд, как и балетный артист, который должен до пота, и до синяков, и до переломов заниматься у станка, так же, как и спортсмен, который талантлив и забивает лучшие голы на матчах, он должен пройти огромную мучительную нагрузку. Талант — это огромный труд, чтобы он был проявлен. А так может человек жить с этим талантом и даже не знать, что он у него есть, потому что он никак не развит. Талант — это божий дар, за который надо отрабатывать. И если человек не отрабатывает его, то Бог забирает этот талант. Вот так мне кажется. Но этюды черни у вас вызывали ужас в детстве? И слезы, насколько я помню, вы рассказывали. Вы знаете, да, конечно. Я мало того, я обманывал учительницу, так как у меня абсолютный слух, я играл на фортепиано ту же программу, что играл Гилельс, Рихтер, по пластинкам учил и обманывал. А потом через какие-то годы выяснилось, что я не знаю ни одной ноты, что я просто обманывал. И вот тут начались слезы. И я тут благодарен моей маме, которая очень мягкий человек сейчас, но тогда она была очень жесткой. И она очень жестко со мной разговаривала. В нашем доме никогда нельзя было осудить учителя, потому что какой бы учитель ни был, у него авторитет был в семье, что он учитель и он прав. Никогда в жизни дома не обсуждался никто из моих учителей. Только в лучших, высоких тонах. И было уважение. Мне кажется, что я благодарен родителям, что они меня так воспитали. У меня есть уважение к людям. Это главное. Как вы относитесь к сравнению артистов с детьми? Ну, я знаю эти шутки. Говорят, артисты дети. Да нет, они Кицукины дети. Так да, говорят. Вы знаете, мне как-то везло в жизни. Я ни разу не встретился ни с одним артистом. Ну, может быть, были какие-то у меня артисты несколько, с которыми были какие-то проблемы. Именно такие вот... Ну, меня надо довести уже. Я скорпион. Знаете, мне надо прямо в угол прижать, чтобы я жалить начал. Я сначала себя изжалю, а потом уже нанесу сокрушающий удар. Но для этого нужно столько пройти. В основном мне очень везло, потому что у меня... Ну, в театре вообще у меня просто идеальные все артисты. А когда я ставлю по миру, то я могу сказать, что мне тоже очень везло. Я работал с выдающимися людьми не только потому, что они имеют славу какую-то, а потому что они выдающиеся по своему таланту, по своему мироощущению, по своим голосам, по своей музыкальности, по актерскому мастерству. Есть люди, которых никто, может быть, не знает особо, потому что они именно работают для искусства. А есть люди, которые тоже работают для искусства, и они очень известны. И мне Бог подарил такую возможность работать просто с великими, как Классида Доминго, как Мария Гулейгина, как Лючана Дентина, Ричард Маргинсон, как Анжела Георгию, как... Ну, огромное количество артистов, которых знает весь мир. И я очень благодарен им, потому что они меня очень многому научили. Вот репетиции с Доминго я не забуду никогда в жизни. Это огромный университет в моей жизни. Вот если говорить о суперзвездах, на ваш взгляд, насколько соответствует, скажем-то, массовое узнаваемость статусу звезды? Ну, мы можем вспомнить Анну Нетребку, Ильину Гаранчу, кстати, нашу соотечественницу, которая как раз пребывает в статусе суперзвезд. Вот эта медийная известность, она часто является некой иллюзией? Или все справедливо? Вы знаете, по-разному бывает, но в оперном театре, как правило, справедливо. Опять же, потому что опера очень честная. Очень сложно сымитировать. И Анну Нетребка, например, я ее знаю очень давно, и она действительно обладает уникальным талантом. Уникальным. И она себя сделала. И вы знаете, то, что она сегодня действительно абсолютная Примадонна мира, не дает ей возможности расслабиться. Она постоянно занимается. Я просто знаю, с кем она занимается и как часто она занимается. Ильина Гаранча, ну, вы сами знаете, как она делала карьеру и сколько она пела, и какая мама у нее была потрясающая. педагог. И когда я стоял в Риге, я помню прекрасно маму, и мы с ней очень много общались, я ходил на ее уроки, и я помню, когда она заболела, как я очень переживал, потому что она уже стала родным человеком. Ильина Гаранча, я помню, как я прилетел в Ригу на какой-то спектакль, и меня Андрей Жагерс познакомил с Ильиной Гаранчей, она тогда только еще начинала европейскую карьеру. И насколько она была скромна, насколько она была сконцентрирована, потому что ведь в том, чтобы сделать такую карьеру, человек должен ни разу, он не должен не подвести, он должен постоянно быть в форме, он должен лишаться нормальной человеческой жизни, потому что он должен концентрироваться вот на том, чтобы ничего не могло этот талант расплескать. Вот Элина, она этим обладает. И вот недавно у нее был концерт в Москве в Зале Зарядье. Я вам скажу, что вся Москва до сих пор говорит о ней и говорят о ней как о просто великой сайте, о великой нашей певице, которая живет с нами в одно время. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Дмитрий Бердман с нами на прямой связи, и вы оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен» в студии работы Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи российский театральный режиссер, художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера», народный артист России Дмитрий Бердман. Еще раз здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте. Ну вот мы говорили об Андреи Жагерсе, который, к сожалению, ушел от нас. Вы ведь были на похоронах, да? Вы приезжали в Ригу? Да, конечно, я был. Вы знаете, до сих пор невозможно поверить в эту трагедию, потому что с Андреем мы виделись в последний раз в декабре, и я знал, что он болен, но он мне сказал, что была операция, что все уже хорошо, и что все замечательно. И такая мистическая история случилась. Ну, мы что-то там созванивались, переписывались, потом какой-то период времени жизнь забросала. И у нас театр был на гастролях в Вене, и я встретился с нашими общими друзьями, с Марией Мещеряковой, и послал ему на WhatsApp сообщение. Он не ответил и не прочитал. Я начал ему названивать, не берет трубку. Потом через день я приехал в Москву, опять ему звоню, он опять не берет трубку, и я позвонил Саше Антоненко, который мне сказал, что не волнуйся, я сейчас вот только приехал, но мне сказали, что на прошлой неделе был в театре, и что все в порядке, и все нормально. А наутро он мне перезвонил и сказал вот эту жуткую историю, то, что Жагерса нет. Я до сих пор не могу в это поверить, потому что этот человек невероятный. Я думаю, что для Латвии он просто сделал очень много, и вообще для мировой культуры. И, в общем, это все очень страшно. И когда его хоронили в этом фойе, в котором обычно вино текло рекой, после премьеры, где обычно мы смеялись, где обычно мы аплодировали, рассказывали анекдоты, где встречались интенданты со всего мира, куда приезжали звезды со всего мира, и там стоял гроб, это просто какая-то нелогичность и катастрофа. И очень страшно. Особенно вот мне было непонятно, в этот день было огромное количество людей, в этот день был выходной день в театре, и вот это почему-то фойе. И я знаю просто, как Андрей Жагерс относился к театру, и надо отдать должное, я думаю, что никто здесь не будет спорить, что когда он руководил театром, то Рижская опера был один из самых ведущих театров мира, и его знали везде. И события, которые происходили в Рижском театре, они освещались во всех международных журналах, на всех телеканалах мира. Андреса Жагерса знали в любом уголке и в любом главном театре мира оперном. И когда он ушел с поста директора театра, у него, я думаю, был невероятный шок, я думаю, что вообще это было причиной этого заболевания. Как говорят, рак – это болезнь обиды. Я думаю, что это вот тот самый случай, потому что театр Рижский для него был всем. Это был его дом, его семья, его любовь, его любимые артисты, его любимый хор, его любимые дирижеры. Ну, это просто вот трагедия была. Вот реально. И вот этим оно закончилось. И это ужасно печально для всех. Я потерял сам просто близкого друга, человека, с которым я мог поговорить и на профессиональные темы, и обсудить любую пьесу, любое либретто, любую музыку, любого солиста. Человек, который был невероятно открытым ко всему, что происходило в мире, без вообще секунды зависти, без секунды какого-то конкуренции какой-то. Он был невероятно талантлив, именно талантлив. Ну, театр, на ваш взгляд, часто бывает несправедлив к художнику? Я понятно, что вкладываю в это слово все, и политическую составляющую, и внешние факторы. Но вот театр предает? Вы знаете, я думаю, что политики, наверное, предают, а не театр. Мне кажется, что театр... Ну, наверное, в истории, конечно, были моменты, когда театр предавал. Станиславский умирал в полном одиночестве. Театр Таирова знаменитый, да? Алиса Крон проклятие сделала на этот театр. И, конечно, бывает. Во-первых, наша работа, она связана всегда с тем, что мы должны на себя взять ответственность. кто поет премьеру, выбрать артиста, кого-то взять в труппу, а кому-то отказать. А кто-то пришел в труппу и знает, что режиссер был против, а вот совет проголосовал за. И этот зуб будет у него навсегда. Но у Жагерса этого, кстати, не было. Его труппа вся любила. Его артисты любили, потому что он был тем самым руководителем, который вкладывался в артистов. Если посмотреть всех звезд рижской оперы, то это все звезды сегодняшние, которые поют сегодня по всему миру, это все рукотворные звезды Жагерса. Я помню, как они начинали, я помню, как Кристина Опулайс свои первые шаги делала, и как Жагерс с ней занимался, и как он ее просто вот на ручки взял для того, чтобы она вышла на сцену. Я помню, как Саша Антоненко начинал в театре. Я помню, как Андрис Нельсон был дирижировал, и как он был первым руководителем его первая работа как главного дирижера была в рижской опере. И потрясающий талант Левище Андриссон. Надо было разглядеть этот талант. А сегодня он один из самых-самых востребованных дирижеров мира. Это все команда Жагерса. Вы в 90-м году, когда вам было 23 года, создаете музыкальный театр Геликон-опера. Каким вы вспоминаете этот период? Вы знаете, времени даже вспоминать некогда. Некогда вспоминать и не хочется ощущать себя старым. Мне 51 год. Я думаю, что у меня еще есть лет 20 нормальных для работы. А может, чуть побольше. Главное, в маразм не войти. Потому что иногда смотришь на кого-то, кто был очень хороший, а потом вдруг маразм начинается, и люди не замечают. Вот это главное. Но вы отказались позже стать художественным руководителем канадской национальной оперы, шведской королевской оперы, когда вам предлагали. Вы сказали, что из-за любви к Чайковскому, Пушкину, Покровскому, Вишневской, Ростроповичу и целому коллективу Геликона к зрителям. Как вы считаете, любить Чайковского или Пушкина за пределами Родины? Это уже не честно? Слушайте, помните, как Ахматова сказал, я сейчас не процитирую, что я должен быть со своим народом. Просто дело в том, что здесь, во-первых, мои друзья, здесь мое окружение, здесь моя публика, здесь мой театр, понимаете, который я открывал, когда, это так сейчас звучит, открывал театр, это никакой театр я не открывал, пять человек, 90-й год, когда полностью страна вся рухнула, нас никуда не взяли на работу, понимаете, мы безработные, никому не нужные троечники. И вот с нас началось, с пяти человек. И вот это, и дальше следующий, следующий, следующий. И это коллектив уникальный, у нас фантастический коллектив. И, как я вот так скажу, извините, ребятки, вот нам тут не строят, до свидания, я вас оставляю, я поехал, там у меня все есть, мне вон все дают, гонорар шикарный. Ну, понимаете, ну, как-то, мне кажется, это неправильно. Вы сказали, что... Был момент, был момент, я честно скажу, у меня был момент такой очень неприятный, потому что, когда вот шла реконструкция, он был просто даже иногда опасный для жизни. Тут шла большая борьба за этот участок, где сегодня находится наш театр, за землю, потому что земля наша находится прямо рядом, в центре Москвы, рядом с Кремлевым, рядом с Тверской, самый дорогой район Москвы. И, конечно, шла большая борьба, но в конечном итоге, понимаете, я могу честно сказать, я за всю жизнь никому в жизни не дал взятку, никакого отката, и все чиновники, с которыми я работал, они все мне помогали. И секрет в этом очень простой, я вам скажу. Я их влюблял в театр. Они все зрители Геликона, и те, кто были чиновниками, и те, кто уже давно не работают чиновниками, но они ходят и являются еще большими друзьями, чем были раньше. У нас теперь начались дружеские с ними отношения, потому что теперь нет служебных. И вот если человек влюбляется в это дело, он понимает, что за этим стоит творчество, за этим стоят сумасшедшие люди, у них нет интереса какого-то другого, потому что все привыкли к тому, что вся жизнь сегодня товар, деньги, товар. А когда вот ни денег, ни товар, а есть что-то такое, знаете, ну, какой-то странный какая-то секта. Ну, главного чиновника России смогли влюбить в театр? Кого? Главного чиновника Российской Федерации. Главного вы имеете в виду президента? Президента, безусловно. Ну, президент не чиновник. Вы знаете, к сожалению, президента у нас ни разу не был в театре. Я президента видел раньше один раз. Он мне вручал заслуженного деятеля искусства России. Это было очень давно. потом народного артиста мне вручал уже другой президент был Медведев. Ой, извините, я неправильно сказал. Мне как раз народного артиста вручал Владимир Владимирович Хунтик. Да, а заслуженного деятеля искусства мне вручал еще Ельца. Смотрите, какой он старый, да? Вот, вы молодые такие, а я вот видите. Вот, а это у меня орден вручал Медведев. Я вам скажу, вот это была наша единственная встреча, и я его пригласил на эти встречи в театр. Он мне сказал, что, к сожалению, сейчас, если он будет ходить по театрам, то у него не будет времени. Но он театр любит, он сказал. Но, потом, вот сейчас я член президентского совета, я еще раз, несколько раз видел президента на совете. Но, вот так, чтобы президент пришел в театр, к сожалению, он должен был быть на открытии театра, но он не пришел, потому что в тот день случилась трагедия, упал самолет, и он не пришел. Но я надеюсь, что он придет, потому что театр построен в его время. мэр города и один мэр, который начинал строительство нашего театра, Юрий Михаил Слушков, с которым мы много очень работали, и я с ним много общался, и потом, когда его убрали, мы сейчас остались с ним друзьями, он приходит к нам в театр тоже. А Сергей Семенович Собянин, когда пришел, я очень его боялся, потому что я не знал его вообще никак, и думал, что вообще сейчас-то вот и будет месть мне за дружбу с Слушковым. Но вы понимаете, что вот Собянин как раз проявил себя уникально, и я могу сказать, что я ему верен буду всю жизнь, потому что он сотворил чудо в построив наш театр. Абсолютное чудо, потому что в том-то и дело, что он не знал никто я, он не знал, что такое геликон опера. И вот так вот постепенно, приехав на объект, увидев это здание, познакомившись со мной, он, наверное, понял, что здесь вопрос творчества, и он дальше вот как-то к этому прикипел. Бывал у нас часто на спектаклях, и все гости, которые приезжают к мэру, всех к нам приводят, мэров городов. И, во всяком случае, вот недавно совсем у нас был концерт, он делал прием всех послов, всех стран в нашем театре, и мы давали огромный галоконцерт из разных фрагментов наших спектаклей, а у него было еще мероприятие в Кривостском дворце съездов, он должен был поприветствовать, там было какое-то мероприятие, и его протокол сказал, что он сможет сказать только вступительное слово, и сразу поедет в Кривостский дворце съездов. Он остался в зале, посмотрел два номера, подошел в начале протокола, сказал, что пора ехать, он сказал, что мы задержимся хотя бы еще на 10 минут. И досидел еще, смотрел половецкие пляски, и когда вот люди говорят там, что вот он абсолютно далек от музыки, я этого не замечаю, потому что вот он с огромным удовольствием смотрит, слушает и видит, главное. На ваш взгляд, художник все-таки должен держаться на дистанции от власти, ну, можем вспомнить такую легенду, или не легенду даже, которая ходит про Булгакова, что мастер и Маргарита он писал для одного конкретного читателя. Вообще взаимоотношения власти и художника, вот нужно дистанцироваться, как считается? Вы знаете, но это сложный вопрос. Художник, я думаю, не должен быть близко к власти. Он должен быть как можно дальше вообще от всех. Потому что он должен быть как монах какой-то, знаете, сидеть в келье, как Пимин, помните? А старик пишет там, да? И таких мы знаем, великих художников. Дело в том, что режиссер, это, к сожалению, и к радости, у нас нет такого, чтобы мы были с холстом один на один или с глиной. Мы работаем с огромным количеством людей. Наше полотно, которое мы делаем, связано в оперном театре на сцене. Хор будет стоять, 100 человек, солистов там, 20 меманс, балет, в оркестровой яме сотка сидит. Представляете, это вот все люди. И наша картина зависит от их работы. Я уже не говорю про тех, кто за кулисами работает. И это очень дорогое искусство во всем мире. И, естественно, режиссер, если руководит театром, он не может быть далеко от власти. Это просто абсурд. Это нигде в мире такого нет. И везде любой руководитель театра, он будет близок к власти. Другое дело, чтобы подходить совсем близко, наверное, неправильно, потому что можно обжечься, можно сгореть, а если далеко, замерзнешь. Насколько вы близки с властью, учитывая, что вы являетесь доверенным лицом как раз мэра Москвы, Сергея Собянина? Вы или его доверенным лицом? Вы знаете, я доверен лицом мэра Москвы, потому что он мне доверил. Понимаете, мало ли сколько человек могут театры строить, но он мне доверил, он построил, как я могу не доверять? Доверие – это взаимное чувство. Вот вы сказали на днях в интервью, почему сегодня на оперу ходит молодежь? Возьмите Россини, моментами это же рэп, взять того Джузепа Верди, не начального, а более зрелого, это же чистая поп-музыка, это же Игорь Крутой 19 века, вот так вы сказали? Абсолютно. Вы считаете, что молодежь сегодня настолько примитивна, что только по этой причине может пойти в оперу? Потому что это рэп? Вы знаете, я не знаю, у вас в Риге слушают, например, у нас есть такая певица, очень популярная Монеточка, знаете ее? Слушали о ней, да. в интернете она активна. Она в интернете, вот видите, ее не бывает на телевидении, да, медиа, она в интернете, она выпускает песни, у нее 7 миллионов просмотров, и все радио, и ваше, и наше, и телевидение, все оказываются, в общем, в плохом рейтинге по сравнению с Монеточкой в Ютубе. Но меня это интересует, мне кажется, что это интересно. Это, я не осуждаю тех, кто слушает, я пытаюсь докопаться, почему. И у меня возникают мысли и положительные, из-за чего они слушают Монеточку. И я хочу сделать, сейчас такой спектакль, может быть, в следующем сезоне, именно с рэперами, я хочу сделать такой концерт рэп-оперы, потому что мне хочется привлечь в театр вот этих десятиклассников, потому что это наша будущая публика. Мне кажется, их можно подсадить на оперу смело, потому что это действительно, ведь понимаете, если говорим мы про Верди, Верди был популярнейшим композитором во время своей жизни, а не после смерти. Мы же сейчас только покойников ставим и продаем билеты на них. Когда современника ставим, у нас проблемы с продажем. А с покойниками у нас всегда все хорошо. У нас Верди делает кассу, Пучини делает кассу, Иоганн Штраус делает кассу. Верди был сильно популярнейшим композитором. Да и что говорить, у него вся опера, даже набука, опера про вавилонян и про конфликт, который в библейские времена происходил, вся эта опера построена на вальсочках, на музыке, популярной музыке своего времени. Поэтому это абсолютно поп-музыка. А если взять Рассини, Рассини писал такое количество музыки и в такие сроки, а когда у него падали листы нот на пол, то так как он был очень толстый и очень любил поесть, то ему было лень поднять эту страничку, и он писал другой вариант, чтобы не опускаться туда на пол. И в общем, если мы возьмем финал севистского тюрьминга, это абсолютный рэп. Если мы возьмем Глинку, современника Моцарта практически, то есть и возьмем песню Фарлафа, ну это вообще чистый рэп, понимаете, близится час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Это абсолютный рэп. Если взять там подъезжая подыжоры, та-та-та, пи-па-пам, или взять там это Сверидова, я беру, например, сейчас Глинку тоже, запаровозник, та-та-та-та-та-та, это чистом поле, это тоже рэп. Ак-бра-ва-фигра, бра-ва-бра-висимо, ак-бра-ва-фигра, бра-ва-бра-висимо, много ли на свете, да много ли на свете, да много ли на свете, потом Гельцов, ля-ля-ля-ля-ля, фигра-аре. Абсолютный рэп. Вы понимаете, в мире ничего нового не происходит, потому что все было. Ну вот, под занавес уже нашего эфира хочу вас спросить, вы упомянули Пучини, вы говорили, что он был вашим любимым композитором, но когда вы узнали о нем больше, побывав в его доме, то личность композитора вас повергла в шок. Это было для вас таким, может быть, болезненным разочарованием, когда произошло переосмысление композитора, его творчества из-за его жизни? Вы знаете, да, очень, но мне это помогло очень поставить Турандот. Если бы я это не увидел, я бы, наверное, ставил красивую китайскую сказку. А он мрачный композитор? Очень жестокий. Очень жестокий. И, знаете, мы всегда делаем из композиторов любимых каких-то дедушку Ленина такого, знаете, как дети пели, дедушка Ленин о нас позаботился, нас обижать запретил. И мы такими видели и всех абсолютно, и Чайковского, и Римского, и Корсакова, и Верди, и такой же точно добрый Пучини. Они же все очень разные люди. И это отдельная тема, это каждый из них, это целый мир. И Пучини, это, конечно, абсолютно отрицательный мир. Но это мир. Есть комическая опера. А? Есть комическая опера. Одна только всего. Одна и то гроб на сцене. Но тоже жестоко. Конечно, гроб на сцене стоит. Покойник на сцене. Обхохочешься. И весь смысл этой оперы в том, как делят наследство. Ну, в общем, с юмором там Пучини сложно было. Но это великая музыка, великие саундтреки. Это саундтреки. Это потрясающее владение технологией, драматургией и иллюстративной чувствительной музыкой, которая тоже очень нужна. Ну что ж, спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Дмитрий Бертман был с нами на прямой связи. Спасибо вам, Дмитрий Александрович. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.